О создании единой начальной школы для гимназии и лицеев в городе говорят уже давно. Планируется, что она будет располагаться на базе зданий бывшей школы номер 19. Есть вероятность, что заработает она уже в следующем году. Ещё одна актуальная для нашего города проблема – распределение территорий, закреплённых за теми или иными школами Сарова. Мы каждый год смотрим варианты, как перераспределить закреплённую территорию, чтобы дети могли поместиться, исходя из количества возможных открытых классов на той территории. Особое внимание педагоги уделяют работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на базе пятой школы откроется коррекционный класс для ребят с нарушениями речи. А в школе-интернате номер 9 создадут специальный ресурсный центр по работе с детьми с ОВЗ. Базовыми структурными подразделениями будет первый интернат, первый детский сад 46-й, 44-й, 40-й. Они будут оказывать как консультационную помощь родителям, так и консультационную методическую информационную поддержку педагогическому сообществу города. В этом году педагоги нескольких школ города примут участие в проекте «Преобразование», который поможет усовершенствовать знания учителей в проектно-исследовательской деятельности. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.